Рисовать на стенах человек любил всегда и сначала скальную живопись доисторических людей, а потом детские рисунки на обоях. А в наши дни эта тяга оформилась в отдельное искусство – граффити. Картины пишут на стенах городов всего мира, работы известных граффитистов даже крадут. Хабаровские художники говорят, что украсть серые стены нашего города так же сложно, как подключить дом к коммуникациям. О галстуках душащих искусства расскажет Ирина Забродина. Мы решили пообщаться с художником-граффитистом Артемом Андрианом. Я думаю, в нашем городе его многие знают. Договорились встретиться здесь, потому что здесь есть его работа. Ну, уже видно издалека, вот на этой стене, посвященная волонтерам. Объективности ради, скажем, что не сильно сложная работа? Абсолютно, да. Единственное, что усложняло эту работу, это было очень холодно. Ну, было очень сложно нанести именно технически. А можете какие-то нам работы свои показать еще? Могу показать. Давайте посмотрим ваши работы, которые мы сегодня не увидим, но которые вам очень нравятся самому. Это было мероприятие Meeting Call of Styles. Это мирового формата фестиваль, 70 участников по всей планете. Я дружу с ребятами из Германии. И я им предложил сделать стенку, разрисовать именно по тематике, что доисторический век динозавры против первых людей. Первые люди начинали рисовать баллончиками, а динозавры бегали и все это закрашивали. То есть, ну, типа, нам это не нужно. Мы как бы еще старого времени, старого образца. На Сахалине знала ваша работа? Получил эмоции и вот на фоне этих эмоций нарисовал какие-то волны, сосны, горы, местный какой-то тотем. Еще где? В каких городах? Дальний Восток, понятное дело. То есть, Комсомольск, Владивосток, Новосибирск, Новокузнецк, Москва, Питер, Иваново город, Ярославль. Проезжали мимо и заодно решили проверить, как поживает наша единственная пока в городе арка с граффити. Радует, что все в порядке и даже не потускнели краски. Кстати, во многих странах для граффити отводят целые улицы. Реалистичность некоторых картинок просто поражает. Так французский художник Патрик Комисси обновляет стены домов так, что кажется, будто балконы, окна и даже люди. Все это настоящее. Но граффитисты уже давно облюбовали не только стены, но и тротуары. И опять же, на асфальте картинки выглядят настолько объемными, что сразу и не сообразить, что это просто рисунок, а не, например, провал. Настоящий провал в асфальте. Жаль, что у нас пока такого в городе нет. Ну, я, честно говоря, даже не знала, что у нас есть Хабаровский. Улица целая, можно сказать, граффити. И здесь в центре ваша работа. Ну вот, теперь знаете. Рассказывайте, что здесь. Граффити. Нет, в чем смысл? Никакого, автопортрет просто. Здесь сиреневые глаза в аскаре. Ну, не попал. Цвета не было. Да нет, да просто образность какую-то придать. А что означает вот такое ваше выражение здесь? Ну, вы знаете, сложно сказать. А это что означает? Да тоже ничего. Мы собрались с ребятами порисовать. Это все ради удовольствия, ради эмоций. Ну, а как же, мне, например, интересно, что это за желтая вот такая штучка? Вот просится какой-то цвет. Я такой думаю, пускай это будет желтый. А как его интегрировать? Думаю, ну, вот сделаю, как будто это такая лапша. Вот лапша, уже выяснили. Вот сейчас видите, что там где-то красочка облупилась. Нет желания подреставрировать. Это граффити. Это, ну, ты сейчас нарисовал, завтра это закрасили. Нет смысла на это как-то кидать. Сожалеть об этом. Сожалеть, да, да, да. Главная мысль, чтобы рисунок нес позитив, какое-то настроение, эмоцию. Насколько в Хабаровске легко или сложно нарисовать граффити на стенке? Ну, наверное, сложнее, чем где-либо, на мой взгляд. Как сказала одна моя хорошая знакомая, Хабаровск – это город галстуков и портфелей. Он наполнен, насыщен именно вот этим вот консерватизмом, вот этим вот непонятным. Много раз рисую на стенах в нашем городе, ко мне подходили люди, и всегда их интересовал один вопрос. Не что я рисую, а насколько это легально. Я сделал такой вывод, что лучше нарисовать и извиниться, и по обстоятельствам, если что, закрасить, чем искать возможность. Отдевать пороги инстанций? Да, согласовывать. Нарисован солист группы Линкен Парк, Честер Боннингтон, ну, рисунок посвящен памяти. Когда рисовали, естественно, здесь был бенефис, то есть люди собирали, смотрели. Но были противники? Да, они всегда есть. В творчестве ты как клин, делишь людей на за и против, и вот чем круче твое творчество, чем больше это вносит этот резонанс, тем лучше. Что нужно сделать, чтобы у нас город лояльнее относился к граффитистам и граффити? Вы думаете, это ко мне вопрос? Мы здесь есть, наши руки, вот они, мы рисуем. Вопрос там, надо ли это кому-то. Ирина Забрудина, Сергей Демьяненко, Большой город Лайф.